Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Garden Stock. Меня зовут Алексей, и я его ведущий. Всех вас рад снова увидеть. Друзья мои, сегодня у нас нестандартное видео. Это даже не моя история, а история нашего подписчика. Зовут его Владимир. Владимир, день добрый. Я думаю, он прямо сейчас уже смотрит это видео. Итак, Владимир это наш постоянный подписчик. Со мной на связи практически каждый день. Поздравляет меня с каждым праздником, приглашает постоянно к себе в деревню, попариться в бане. Он пенсионер. Долго себе выбирает мотоблок. Какой же купить? Честно говоря, я уже даже не помню. Год он мне точно написывает по каждому вопросу. Так как у человека очень сильно ограниченный бюджет и небольшое количество денег, как вы понимаете, все пенсионеры живут небогато, он очень пристально подходил к покупке мотоблока. А сколько бы я ему не предлагал наш отечественный мотоблок, он говорил мне одно и то же слово. Дорого. Дорого, дорого и дорого. Короче, он себе приобрел вот такой вот замечательный мотоблок. Мотоблок под брендом Хонда. Когда я ему сказал, что Хонда не делает мотоблоков, он меня и слушать не хотел. Когда я ему сказал, что в Малайзии не собирают садовую технику, он меня и слушать не хотел. Когда я ему сказал, что чудес не бывает, он меня и слушать не хотел. Но вы сейчас спросите, почему тогда этот мотоблок оказался у нас. Все очень просто, было очень много, но после чего Владимир мне позвонил и сказал, что он не может ни спать, ни есть ничего, Алексей, вот вам этот мотоблок, распакуйте, разберитесь и вынести свой вердикт. Именно поэтому сегодня я вас буду знакомить вот с таким вот чудо-мотоблоком, где мы вместе с вами сделаем распаковку и посмотрим, что это такое и с чем это едят. Давайте вместе с вами начнем. Алло, здравствуйте, объявление ваше на авито по поводу мотоблоков. Какое именно, скажите, пожалуйста. Вот мотоблоки Honda за 33 тысячи, 32 900. Да, есть в наличии. Есть в наличии. А это оригинальные Honda вообще, по сценарию это очень шоколадный. Молодийская сборка. Что-что? Молодийская сборка. Мощность какая? 9 лошадей. 9 лошадей. Слушайте, ну я тогда готов принять сегодня. Скажите, а вам к нему масло надо будет? Масло. А сколько туда нужно масла? Смотрите, надо будет 600 грамм в двигатель залить, в кататель. Когда Владимир купил себе этот мотоблок, у него было три момента, которые очень сильно его насторожили. Ну, во-первых, после того, как продавец сие оборудование ему сказал, что это действительно оригинальная Honda. Единственное, что ее собирают в Малайзии. После того, как он уже ее купил себе, он начал смотреть, что за заводы стоят в Малайзии. И любой поисковик ему выдавал такую информацию, что да, в Малайзии стоит два завода Honda, но собирают они либо автомобили, либо мотоциклы, а вот садовую технику они не производят. Когда он начал смотреть, где производят садовую технику, он столкнулся, что да, у Honda есть заводы, которые делают садовую технику. Но находятся они либо во Франции, либо в Таиланде. А все остальные заводы собирают какую-то другую силовую, либо там автомобильную, либо мотоциклетную технику. Это первый был вопрос. Второй вопрос. При покупке с Ячудо, продавец, который ему продавал, он ему сказал, что да, здесь мотор стоит мощностью 9 лошадиных сил, Honda GX270. Когда он сказал, ну хорошо, какие расходные материалы мне нужно к нему купить, он ему сказал, ну вам нужна банка масла 0,6 литра, чтобы залить. Постойте, здесь же мотор 270, да? Какая 0,6? Здесь же 1,1 литра. Человек уже был начитанный, на всех форумах сидел. Ему сказали, нет-нет, 0,6 литра сюда хватает. Ну, хорошо, купил и купил 0,6 литра, еще взял вдобавок. Я обязательно сейчас поставлю вам эту телефонную запись разговора, чтобы вы поняли, о чем идет речь. И после того, как ему этот мотоблок привезли, и он вот так вот его взял и распаковал, то здесь он просто схватился за сердце. Почему? Ну, потому что никаких названий у этого мотоблока не было. Единственное, что у него было, это вот таким вот образом замазано баллончиком, черной краской все наименования. И тогда он сказал, Алексей, заберите себе этот мотоблок, откройте его и посмотрите, что с ним. Так как коробка у него уже вскрывалась, и я хочу точно знать, что это такое. Выдали ему вот такую вот инструкцию, где большими звонкими буквами написано «Хонда», инструкция по эксплуатации. Давайте зайдем на последнюю страницу и ознакомимся с ней. Мотоблок «Хонда GX270». Модель, да? Модель «Хонда». Что это за модель такая «Хонда»? Серийный номер GX270. Интересный, да, серийный номер? Ладно. Вот визитная карточка конторы. Энгельман. Энгельман Александр Владимирович. По моей практике всегда на всех коробках есть название, что это за фирма. Ну вот, в принципе, Ганта. Ганта. Канта. 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 Вот буквы. Кан. Канта. Да, прорисовывается. Ну и, естественно, пишут, что это за завод-изготовитель. Сейчас я обязательно посмотрю, что это за мотоблоки под таким брендом Ганта в гугле. Так, а здесь у нас... Что у нас здесь? У нас здесь это не стали замазывать. Это габариты. И здесь какая-то модификация веса и еще чего-то. А всю остальную информацию, которая не нужна для глаз обычного зрителя, конечно, замазали. Интересно, да? Да, кстати, здесь тоже вот просматривается модель Ганта. А вот, кстати, моделька 950. Взяли мы небольшую паузу. Посмотрел я в интернете, что такое за мотоблок Ганта МБ 950. Ну, Владимир, плохие новости у меня для вас. Этот мотоблок стоит на сегодняшний момент в интернете 25 тысяч рублей. Ну, никакие не 32 тысячи. Давайте дальше распаковывать его и смотреть. Где вы говорите, Волоколамское шоссе, да, покупали? Оригинальный мотоблок Хонда. Жалко мне тех людей, конечно, которые учатся только на своих ошибках. Но, как показывает практика, это самый лучший пример обучения, который действительно показывает. Хотя, знаете, у меня есть такие знакомые, которые не только в МММ успели отнести деньги, но и в другие пирамиды тоже. И ничего их не учат. Поэтому здесь можно разговаривать очень много кого, что учат. Но, как практика показывает, пока люди пару-тройку раз не наступят на собственные грабли, ничего они не понимают. Вот. И как я вас предупреждал неоднократно, что не надо вестись ни на какие чудеса. Так, ну, что мы здесь можем увидеть с вами? Полиэтиленовый пакет. Ну, вот такие мешки, друзья мои, в Хонду не кладут. Такие мешки кладут только в китайский ноунейм. Это я вам точно могу сказать. Малайзийские колеса. Так. Ну, что я могу сказать, почему открывали коробку? Заметали все следы. Никаких инструкций, ничего такого подобного нет. Так, ну и чтобы найти какие-нибудь хотя бы следы вот на этой штуке. А! Оторвали шильдик, друзья мои. Видите, для чего вскрывалась коробка? Для того, чтобы оторвать шильдики, затереть все сиренники и название самого мотоблока. Я думаю, если мы распакуем мотоблок Ганту 950, то там будет инструкция на русском языке. На мотоблок, на двигатель. А здесь мы видим пока только ту книжку, которую вы мне передали. А именно, это инструкция по эксплуатации 2 в 1. Ну вот, зато смотрите, какая у нас красивая наклейка сбоку. Да? Honda GX 270. И самый основной вопрос, да? Почему же сюда лить 0,6 литра? Давайте посмотрим, что это за мотор. На каждом моторе должно быть на картере выбито. У-у-у! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ха-ха-ха! Понятно все. Ну, мотор в 170-й. Здесь, конечно же, все понятно, да? Но вы посмотрите. Все здесь затерто, чтобы не было никаких вопросов. Ну, жулики, а! По-другому я назвать не могу. Ну, что, мотор-то 6,5 лошадиных сил. Владимир, продали вам вместо 9 лошадиных сил. Вот так вот, да? Неудивительно. Ну, в принципе, ну, максимум, там, может, 7-ка, 170-й. Что я хочу вам сказать. Это никакая не Honda. Это обычный китайский мотоблок. С обычным шестигранным редуктором на 23 мм. Вал. С коробкой передач. Самый стандартный 2.1. За этим мотоблоком вы будете бегать, а не ходить. Так, картофельный мешок мы уберем в сторонку. Что у нас здесь сошли? Инструментарий для сборки. Все, сейчас мы, друзья, соберемся, все дело и вернемся к нему. И вот мы собрали это чудо. По-другому, к сожалению, я его назвать никак не могу. Что мы получаем на данный момент? Если мы посмотрим еще раз внимательно на инструкцию на русском языке, то мы увидим, что инструкция совершенно от другого. Мотоблок, вот название было. Вот видите, кубик такой квадратный. Инструкция была затерта. Дальше, давайте ознакомимся с техническими характеристиками нашей модели. Здесь они тоже все указаны. Модель GX240 либо GX270. Модель мотора, конечно, мы так знаем, что называется. У нас же модель GX270. Отлично. Смотрим, что у нашей модели фрезы. Ну, 1200, все хорошо, глубина вспашки. А, передачи. У 240-го две вперед и одна назад. А у 270-го три вперед и одна назад. Давайте посмотрим на нашу трансмиссию. Что мы здесь имеем? Мы здесь имеем первую передачу, мы имеем вторую и минус первую. То есть, как вы видите, из инструкции три вперед, одна назад, она уже не соответствует модификации 270. Это уже обман. Ладно, поехали дальше. Колеса. Четыре на десять. С колесами, ладно, проехали. Дальше, мощность. Либо 8, либо 9 лошадиных сил. Друзья мои, как я уже сказал, на каждом китайском блоке выбито, что это за блок. Здесь блок 170, это максимум 7 лошадиных сил. Никаких 9 лошадиных сил здесь нет. Переходим к дальнейшему. Табличка, которая здесь была, варварским способом у нас оторвалась. И что еще интересно. Обратите внимание на то, что все серийные номера, которые были на моторе, они вот таким вот варварским путем все то ли отверткой, то ли с зубилом фиг знает, чем они их здесь отдирали, отмывали. Короче, если вы такой мотоблок кумите, то где вы его будете обслуживать? Вот без единого серийного номера. На моторе вот такая вот красивая наклейка. Made in Thailand. Ну, честно говоря, к этому мотору никакого отношения не имеет. Кто хоть раз видел мотоблок, мотор Honda, тот знает, как выглядит бак, тот знает, как выглядит вот эта вот крышка. И здесь обычный, самый простой китайский ноунейм стоит. Никакого отношения он к Хонде не имеет. Я еще хочу, пока я его собирал, обратить внимание вам на такие вещи. Ну, понятно, да, что это самый обычный китайский мотоблок. Ну, посмотрите само исполнение, да. Зазор здесь, зазор здесь. Здесь вообще кусок чугуна, то, что я вам говорил. Ломкий чугун отломан, закрашен. Все это вот настолько сделано, видно, что прямо вот на коленях, где-то там у Китая в подвале, блин. Ну, это качество само говорит за себя. Хонда, друзья мои, никогда вот так вот не сделает. Да и я вам, как уже говорил, у Хонды никогда не будет шестигранников, как в обычном китайском мотоблоке. Здесь у нас идет шестигранник на 23 миллиметра. Владимир, я вас разочарую. Сегодня вы купили не Хонду, вы купили обычный китайский мотоблок, ну, или называйте его подделка на Хонду, как угодно. Стоимость такого мотоблока сейчас нового в интернете со всеми накрутками составляет 25 тысяч рублей. За что вы переплатили 7 тысяч рублей с лишним, я вам скажу. За вот такую вот наклейку, якобы это Хонда. За обман по лошадиным силам, за обман по коробке передач, за обман о малайзийской сборке, за все вот эти вот затертые, за варварские вот эти вот бирки, оторванные варварским путем. В общем-то, никакого отношения этот мотоблок к Хонде не имеет и никогда не имел. И еще один важный момент, как я всем говорю. Посмотрите, да, вот наша обычная косилка Заря, самая стандартная. Давайте ее оденем на нос и посмотрим, будет ли работать этот мотоблок с каким-то навесным орудием. Если мы оденем, вот, смотрите, какая несоосность идет, как у обычного стандартного китайского мотоблока. Это культиватор, это не мотоблок, друзья мои. Вы посмотрите, насколько вас обманывают. Нужен вам такой мотоблок, зачем вы это покупаете? Я не понимаю, правда. Если мы будем подводить итоги, то такие мотоблоки будут покупать до тех пор, пока люди будут верить в чудеса. В лотерейные билеты, в автоматы, в которые можно опустить 100 рублей, а вытащить оттуда 10 тысяч рублей, во всякие пирамиды типа МММ и так далее. Пока вот такие вот лохи не вымрут, вот такая вот техника будет покупаться. Не надо мне плакать в комментариях, что вы купили очередное говнище, и потом не можете на него найти навесное оборудование. Я уже многократно вам говорил, что чудес не бывает. На примере сегодняшнего мотоблока я еще раз вам это все доказал. А вам, Владимир, я думаю, будет хороший урок. Есть такая пословица, скупой платит дважды, поэтому этот мотоблок, конечно, я вам советую выставить на Авито, но вот проблема в том, что 7 тысяч вам вряд ли кто-то вернет. Если у вас есть варианты поехать вот к этим вот знатокам силовой техники на Волоколамское шоссе, дом 103, ТЦ Гвоздь, верните вам, пока у вас еще не прошло две недели. И на ваши целковые добавьте еще чуть-чуть и купите нормальный себе агрегат. И не мучьте голову ни мне, ни всем остальным. Субтитры сделал DimaTorzok